Говорит и показывает Харьков в эфире спортивное известие в студии Александр Шариков. Здравствуйте! 28 мая, ровно 32 года назад, металлист завоевал свой главный трофей в истории – Кубок Советского Союза. В финальном матче харьковские футболисты обыграли московская торпеда 2-0. И сегодня у нас в гостях один из лидеров того легендарного состава мастер спорта СССР Виктор Суслы. Виктор Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте! Поздравляю с памятной датой. Часто вспоминаете тот победный розыгрыш? Саша, спасибо, что поздравляете, потому что, к сожалению, кроме нас и вас, и еще старого поколения болельщиков практически мало знают об этом кубке. Как-то забываются наши победы. Мы, как футболисты, мы очень часто вспоминаем этапы Кубка Советского Союза, который мы прошли и выиграли кубок. Ну, есть что вспомнить. В финальном матче вы из-за травмы не участвовали. Тяжело это, находясь на трибунах, смотря за игрой, но осознавая, что помочь команде в данный момент вы не можете? Да, это, вы знаете, тяжелее, чем играть. Больше переживаешь и за ребят, и за команду, и за результат. Гурам Аджоев открыл счет незадолго до перерыва. А вот когда у вас появилась уверенность, что металлист может выиграть этот кубок? Вот, наверное, после этого, сразу же, после этого, когда Гурик забил этот гол, как-то почувствовал, что мы можем сегодня выиграть. Александр Баранов удвоил преимущество на 62-й минуте. Торпеда как бы сникла или все-таки продолжалась бороться? Все-таки торпеда тоже такая кубковая команда была. Очень хорошая команда была, собрана. Кузьмич Иванов собрал ее. Добротная вся команда была. Все игроки хорошего класса были. Ну, они, наверное, все-таки или не перегорели, а нас как-то недооценили в этой игре. Вышли, как мне показалось, немножко расхлябанные, за что они и поплатились. Награждение было не столь торжественным и пышным, как сейчас. Игорю Якубовскому, капитану команды, вручили кубок. Потом был круг почета и все. Но я так уверен, что торжества на этом для команды не закончились. Тем более команда добиралась в Харьков на поезде Москва-Харьков. Саш, подозреваете или уверены были? Ну. Где-то между. Да, правильно. Конечно же, сразу в раздевалке было шампанское, как положено во всем мире. В поезде то же самое. По приезду в Харьков нас встречала очень большая аудитория наших болельщиков. Привокзальная площадь вся была забита. Еще вместе все отпраздновали. Но у нас через неделю была календарная игра, чемпионат СССР. Поэтому мы не затягивали. Ну, в любом случае народ помнит все-таки о победе. Вот и матч проводился на 25-летие со дня победы. И собрала эта игра очень внушительную аудиторию. Приехали и футболисты Торпедо Москвы, которые участвовали в финале. Почти все. Конечно, и поменялись и в размерах, и в лицах. Ну, тем не менее, сыграли эту игру. Она, нельзя сказать, что она была товарищеская. Она больше товарищеская. Но все равно присутствовал азарт. Да, присутствовал в этой аре и азарт. И что было видно, что у футболистов не пропало мастерство. Ну, мастерство не пропадает. Да, не пропадает. Евгений Филиппович, легендарный тренер-металлиста. Он был не только классным тренером, но и мастером художественного слова. Вот разборы игр были крутые? Ну, разборы были крутые всегда. Да, и помимо того, что он говорил по делу, всегда по делу. И включая эти свои прибаутки, как мы называли футболисты между собой. Ну, которые впоследствии даже афоризмами некоторые стали. Афоризмами, да, да, да. Очень много их. Все я практически помню. Все. Некоторые приводить нельзя. Нельзя. В эфире. Да. Ну, Филиппович, я как понимаю, это для вас главный тренер в любом случае. Но в том же Киевском «Динамо» вы, наверное, пересекались и с Валерием Васильевичем Лобановским. Вот какое впечатление, прежде всего? Ну, это два разных тренера совсем. И по тренерским качествам, и по психологии. К футболистам был ближе, как по мне, это лемешко. Лобановский все-таки он, это грант, на расстоянии держал футболистов, да. Дисциплина, конечно, в Киевском «Динамо» была сумасшедшая. В Харькове все на дисциплине самостоятельно как-то держалось. На доверии. На доверии, да. Все на доверии. Завершив карьеру Игродской, вы перешли в статус тренера. Сложен был этот переход, адаптация? Каждый футболист... Вы с детьми начали работать сразу. Да, каждый футболист, когда заканчивает свою футбольную карьеру, он, конечно, задумывается, что ему делать дальше. Так было и у меня, и я уже был практически психологически готов к этому, что после завершения карьеры футбольной я буду тренером. Хотел быть тренером детской команды. Так и получилось, что Леонид Яковлевич Задорожный пригласил меня работать в футбольный клуб ХТС. За что я ему и благодарен. Воспитанники ваши заиграли? Да, Сергей Рыбалко. Первый воспитанник, это тот, который... Мой первый воспитанник, это Сергей Рыбалко. Киевская «Динамо». Киевская «Динамо». И потом еще был... Потом уже Андреевский, Саша, да, тоже Киевская «Динамо». Как-то больше получается, что на Киевской «Динамо» я работаю. Вы человек многогранный и сделали еще весьма успешную судейскую карьеру, добравшись до категории «Арбитр ФИФА». Играть и судить – это две разные вещи. Ой, это огромная разница, огромная между судить и играть. И каждый футболист, когда, наверное, играет, он ненавидит судей. Так было и у меня. Ну, после того, как я получил приглашение от Федерации футбола в Харьковской области попробовать сюда себя в судействии, я не отказался. Попробовал, получилось. И начал расти, как судья. И дошел до ФИФА. У вас спортивная семья, и все так или иначе связаны со спортом. Но вот сыновья не поддержали отцовскую традицию. Тем не менее, они все равно. Старший сын связан со спортом. С волейболом. Да, с волейбольной командой «Локомотив», где он был врач. До того момента, пока их не расформировали. Хотя и сейчас, я знаю, он с ними работает периодически. Паша, нет. Павел занимается своими коммерцией. Дочка младшая, да. Она связана со спортом. Она занимается акробатическим рок-н-роллом. Выигрывала чемпионат Европы уже. Знаменитый тренер Юрген Клоп на вопрос, как вы отдыхаете от футбола, сказал «сплю». А вы? О, я стараюсь уехать на дачу. На дачу, где свежий воздух. Заняться растительностью. Никогда не занимался. Сейчас-то приобщаюсь к этому делу. И мне нравится. Совет молодым футболистам от Виктора Сусла. Совет такой. Чтобы стать хорошим футболистом, или просто футболистом, но лучше хорошим, надо работать 25 часов в сутки на футбольном поле. И надеяться, и верить, что ты будешь, что с тебя вырастет хороший футболист. Но самое главное, труд, труд и еще раз труд. Как говорят, 1% таланта и 99% труда приведет к успеху. Вот где-то так. Виктор Владимирович, спасибо. Здоровья вам, удачи, вдохновения и спокойствия. Ну и, естественно, новых побед. Всегда и везде. Спасибо. Гостем спортивных известий был легендарный харьковский футболист, арбитр ФИФА, тренер Виктор Сусла. И на сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова